Вечный город на улицах Рима. В эпоху империи Рим стал самым крупным городом древнего мира. Его население достигало полутора миллиона человек. Территория города постоянно росла, но город всё равно страдал от страшного перенаселения. Большая часть города была плотно застроена инсулами, в которых жили тысячи бедняков. Комнаты и квартиры в этих доходных домах сдавались наём. Улицы Рима были очень узкими, ведь места для домов не хватало. И днём и ночью город напоминал гудящий муравейник. Вот как описывает римские улицы писатель Ювенал. В Риме хорошо спится только богача. Шум повозок, скопившихся на повороте узкого переулка, до ругательства возниц способны разбудить даже тюленей. Когда у богача какое-нибудь дело, он едет себе среди расступающейся толпы, в то время как его проносят над головами. Он читает, пишет или спит, так как нигде не спится так хорошо, как в закрытых носилках. И он приезжает раньше нас, как бы мы не торопились, так как нас останавливает толпа, стоящая впереди. Нас толкают идущие сзади. Один задел меня локтём, другой толкнул коленом. Вот ещё какое-то бревно ударилось о мою голову, а голова стукнулась о кувшин. Мои ноги покрываются жирной грязью. Со всех сторон меня давят ногами. В большой палец вонзился гвоздь солдатского сапога. На форуме. В самом центре Рима находился форум, главная площадь города. В эпоху империи здесь уже не кипели такие страсти, как в эпоху республики. Не созывались народные собрания, не выступали ораторы с предложением реформ, не устраивали побоище. На заднем плане реконструкция римского форума императорский дворец. Перед ним храмы различных богов. В центре ростры трибуна, откуда ораторы произносили речи. Справа триумфальная арка императора. Перед ней растральная колонна. Трибуны колонны названы так, потому что они украшены рострами, носами захваченных вражеских кораблей. Форум был застроен новыми зданиями, храмами, арками, колоннами. Здесь по-прежнему всегда было многолюдно. Здесь узнавали самые важные новости, зачитывали приказы императора. Здесь можно было видеть самого императора и его солдат. Сюда приходили, чтобы встретить знакомых и поделиться новостями, рассказать об успехах, погревать о неудачах. Женщины, идя на форум, надевали лучшие наряды, дорогие украшения. Но тем, кто любил тишину и спокойную за душевную беседу, нечего было искать на форуме. В Колизее, недалеко от форума, находился самый большой в Риме амфитеатр. Он был построен при императоре Веспасиане и получил название Колизей, что в переводе латинского языка означает огромный. Его размеры 187 метров на 155 метров, высота почти 50 метров. Он вмещал более 60 тысяч зрителей. Зрители размещались на четырех ярусах. Чтобы звери не могли прыгнуть на зрителей, первый ряд возвышался над ареной на 4 метра. В первых рядах располагались кресла знати две ложи для императора городских властей. По несколько раз в год в Колизее устраивались многодневные зрелища. Во время открытия Колизея они продолжались сто дней. Здесь было шумно и многолюдно. В пантеоне в Риме были построены десятки храмов. Один из самых знаменитых пантеон, храм всех богов. Он не похож на большинство античных храмов. Пантеон – огромное круглое здание, без ряда колонн по его периметру. Он поражает своей грандиозностью и монументальностью. Его высота 43 метра, диаметр купола 50 метров. Свет в храм проникает в 9-метровое отверстие в центре купола. Здесь всегда было тихо и безлюдно. Римляне считали храмы местом жительства богов на земле, поэтому сюда заходили ненадолго, вели себя тихо, благодарили бога за содеянное или просили о помощи. Впоследствии пантеон был превращен в христианский собор, поэтому он сохранился до наших дней почти таким, каким бы в Древнем Риме. В термах. Излюбленными местами отдыха римлян были бани. В императорском Риме было более тысячи частных бань и 11 императорских терм. Термы – это огромные комплексы, включающие в себя бани, бассейны, сады, библиотеки, площадки для спортивных упражнений и многое другое. Римляне. Многие римляне целые дни проводили в термах. Там всегда можно было найти приятного собеседника, товарища по интересам, понаблюдать за атлетами, послушать оратора или поэта. Естественно, не забывали римляне про бассейны, парилки, купальни. Трудно было придумать место, где можно было бы лучше соединить полезное с приятным. Интересно, что многие римляне не желали покидать термы даже ночью. Поэтому императорам пришлось издавать специальные указы, запрещающие нахождение в термах после захода солнца. Таким образом, в эпоху империи Рим – огромный, многолюдный город. В нем были районы бедноты с узкими улицами и неприглядными домами, но были роскошные здания наподобие терм и знаменитые памятники архитектуры, например, Колизей и Пантеон.